В Италии отмечается бум квартирных краж. За последние годы число подобных преступлений в стране увеличилось вдвое. По данному показателю, Италия занимает шестое место в Европе. Эксперты связывают такие данные статистики с влиянием экономического кризиса. Зачастую воры не только выносят из дома деньги и драгоценности, но даже опустошают холодильник. Каждые две минуты новая кража. За день преступникам удается обчистить около 700 квартир по всей стране. Не уверенные в завтрашнем дне итальянцы стали чаще хранить деньги под матрасом, чем воры и пользуются. Днем и ночью, в одиночку и в бандах они вскрывают двери, залазят в окна, не стесняясь даже присутствия в квартире ничего не подозревающих жильцов. Жилье среди всех других целей стало, наверное, самое легкое. Банки сегодня защищены современными и надежными системами, так же, как и магазины. На улицах обычно установлены видеокамеры. И вор предпочитает квартиру, куда точно сможет войти, где обязательно что-нибудь найдет. Среди крупных городов по числу квартирных краж на первом месте Милан, Флоренция и Турин. В целом около 30% итальянцев считают угрозу ограбления вполне реальной в собственном районе. Чтобы как-то себя обезопасить, жители некоторых кварталов организовывают патрули или объединяются веб-сообщества, сигнализируя друг другу о посторонних. Этот экономический кризис в стране поглощает общество и особенно затрагивает самых бедных. Люди обозлились, как будто превратились в варваров. Работы нет, жилья нет. Наш район мы стараемся поддерживать, объединить людей, сотрудничать. Иногда у нас это получается. О том, что именно экономический кризис повлиял на рост числа квартирных краж, говорят результаты исследования Банка Италии. Если экономика страны падает на 10%, на 6% тут же увеличивается число преступлений данного типа. Таков вывод специалистов. Однако правительство, будучи не в состоянии обеспечить экономический рост, предлагает в качестве решения проблемы ужесточение наказания за кражу до 3-6 лет лишения свободы. Юлия Гончарова, Семилиано Вольпе, Италия.